Сегодня я хотел бы поговорить об еще одной игре, готовящейся к релизу уже в этом году. Ее геймплей ты прямо сейчас видишь на своем экране. Это Assassin's Creed Codename Jade. Мобильная экшен-рпг в открытом мире, действие которой будет происходить на территории древнего Китая. Официальный ее анонс был в сентябре прошлого года, а в январе этого года состоялся закрытый бета-тест. Сегодня на нашем операционном столе еще один мобильный хит от Ubisoft. Все, что о нем неизвестно на данный момент. Про механики игры, про открытый мир, сюжет, что там у нас по оптимизации, когда стоит ждать выхода и при чем тут Genshin Impact. Да, вы будете в шоке, но новый Assassin это Genshin Impact 2. Братишка, перед тем как мы начнем, напоминаю, что все игры из моих видеороликов ты совершенно бесплатно можешь скачать в моем телеграм-канале. В телеге ты найдешь не только годные новиночки из моих подборок, но и актуальные версии игр, которые только-только готовятся к релизу. Например, в моем телеграм-канале тебя уже ждут мобильная варзона и дивизия. Все от тех же юбиков. Помимо установочников, там я делюсь и другим контентом по теме видеоигр. Ссылочку на свой телеграм я оставлю в описании и буду безумно тебе благодарен, если после просмотра видео ты на нее подпишешься. Заранее тебе огромное спасибо. Я уверен, многие из вас знают и помнят, что и Ubisoft уже неоднократно пытались расширить франшизу Assassin's Creed. И до этого момента чуть ли не с десяток раз выпускали ее самые разные мобильные версии, которые по качеству, если честно, были говнецом тем еще. И когда я впервые услышал, что на телефоны к релизу готовится очередной Assassin, то в голове эта мысль промелькнула. Типа, ну зачем? Нахрена вам это надо, Ubisoft? Остановитесь! И каким было, если честно, мое удивление, когда в сентябре был слит геймплей этой игры. И передо мной было совершенно не то, что я ожидал увидеть. В целом, игра вселила в меня надежду, что на выходе в кои-то веки очередной мобильный Assassin не обострется. А уже потом, спустя пару месяцев, случился бета-тест. И в январе мне посчастливилось потрогать билд собственными руками. Тут вот я окончательно и убедился, передо мной действительно компьютерная игра, которую умудрились адаптировать под телефоны. Это тот самый Assassin, в который я играл на ПК и консоли. Я сейчас, если что, про Origins, Одиссею и Вальхау, а не про классического Assassin, о котором многие могли подумать. Точно такие же ощущения были у меня от игры в мобильную дивизию. Роли, кстати, о ней есть на канале. Если не видел, потом глянь его обязательно, тебе точно понравится, игрушка прям найс. Ubisoft, короче, решили ворваться в мобильный гейминг и реабилитироваться, что называется. У нас тут и дивизия, и Ассасин, еще Радуга 6 тихонечко двигается к релизу. И, как я и говорил, благодаря таким играм мобильный гейминг рано или поздно обретет свою силу. И всякие там леониды уже не будут над ним смеяться. Уровень графики в этих играх, миры, это прям вау. Кто бы мне сказал лет 10 назад, что на телефоне я смогу играть вот в это, я бы никогда в жизни не поверил. Играя в этот момент свою любимую Angry Birds. Кто бы там что ни говорил, но мобильный гейминг сегодня развивается семимильными шагами. И его эволюцию очень глупо отрицать и не принимать. Сегодня телефон это, можно сказать, полноценная консоль. На него выпускаются полноценные порты, точно так же игры, созданные изначально для телефона, адаптируются под ПК и консоли. Да камон, я на телефоне прямо сейчас в Cyberpunk 2077 играю, о чем вы тут говорите? Assassin's Creed Jade это очередной яркий пример, доказательство всем хейтерам, что мобильный гейминг это не пустой трёп и не шутка. Играя в Jade на телефоне, я не вижу супер какой-то большой разницы между той же Одиссеей. Конечно, графика в Jade на 10 голов ниже, но камон, это игра для телефонов. Графика в мобильных играх сейчас в данный момент времени, она всегда упрощённая. Телефоны ещё пока что не имеют нужных мощностей, чтобы запускать подобные игры. И я подчеркну, пока что не имею. Подождите лет 5 и на телефоне вы будете видеть что-то подобное. Наверняка у тебя, братик, возникает резонный вопрос. А как ты уже сейчас, Евген, умудряешься запускать на своём Asus ROG Phone 5 игры от ПК? Жми мне прямо сейчас лайкосик, если хотел бы узнать, как я играю в игры от ПК на телефоне. Нужно быть потом, как-нибудь в следующем видеоролике тебе обязательно об этом расскажу. Многие хейтеры мобильного гейминга, конечно, сейчас мне будут говорить, что камон, это будет очередная донатная помойка, как в это вообще играть можно в принципе? И да, я не отрицаю, новый Assassin будет условно бесплатной игрой. И эта бесплатность будет компенсироваться внутриигровыми покупками. Но лично я не вижу в этом никаких проблем. Я не раз говорил, донат это сугубо личное дело для каждого. Если донат будет обязательным условием, и без него ваш прогресс застопорится, и ты не сможешь продолжить игру без вливания своих кровных, тогда да, как в это можно играть? Но у Ассасина такой проблемы нет и не будет. В нее совершенно спокойно можно будет играть без доната. А значит, я не вижу смысла хейтить ее за внутриигровые покупки. Всем хейтерам уже давно пора принять реальность и вспомнить, в каком году они живут. Донат уже давным-давно стал обыденностью. Его внедряют не только в бесплатные мобильные игры, но и в крупные платные ААА проекты на ПК и консолях. Воу, да в той же Вальхале доната с ума сойдешь сколько? Разработка игры находится в производстве у китайской студии Tencent. И как по мне, это очень хорошее решение. Tencent, да и в принципе китайцы, на мобильном рынке очень давно. Они по сути сегодня мастодонты мобильных игр. Их проекты пользуются бешеной популярностью и возглавляют все существующие топы. Доверить разработку мобильной игры этим атлантам – это лучшее решение юбиков. Оттого ты сразу и понимаешь, что сеттинг игры был выбран далеко не случайно. Древний Китай. Ну кому как не китайцам лучше известно об истории Китая. Плюс это отличная возможность для Юбисофта захватить один из самых прибыльных рынков. По сюжету события от Джейд будут происходить во время царствования Инджена. Это правитель, который начал объединение всей территории Китая путем соединения китайских башен. То есть это именно тот человек, который в ответе за возведение Великой Китайской Стены. Плюс он известен тем, что собирал и отправлял огромные экспедиции на поиски лекарства для бессмертия. Согласитесь, для сюжета время выбрано прям идеально подходящее. Древний Китай прям хорошо вписывается в историю ассасинов и темплиеров. Кстати, я уверен, что это далеко не совпадение, но по сюжету в Джейд с нами будет бороться бок о бок Вай Юэнь. Мало кто знает, но его имя упоминалось аж во втором Ассасинскрите много-много лет назад. Там его называли одним из семи великих ассасинов. Именно Вэй Юэнь был тем, кто убил первого императора Китая, чтобы защитить его жителей. Не уверен точно, но возможно именно это и будет одной из главных целей нашего главного героя в сюжете Джейд. Ну, либо мы не будем прямыми соучастниками убийства, а станем его свидетелями. В любом случае, очень интересная микросвязь с новой игрой, которая была реализована еще много-много лет назад до ее выхода. Как я и сказал, Джейд нас будет ждать большой открытый мир. И когда я говорю большой, я имею в виду огромный. Перед вами глобальная карта бета-версии игры. И учитывайте, что он по ходу обновлений в дальнейшем будет расширяться. И самое важное, что этот огроменный мир он очень хорошо наполнит. Тут вам и красивейшие пейзажи, леса, поля, горы, города, крепости. Та самая великая китайская стена в конце концов. Передвигаясь по этому миру, верхом на лошади, ты чувствуешь, что он живой. НПС что-то постоянно делают, куда-то идут, с кем-то разговаривают. Очень шикарно реализована смена времени суток. Передвигаясь по городу, ты можешь зайти чуть-то не в каждое здание. Оружие внутри, все максимально детализировано. Деталей прямо огромное количество. Открытый мир это не просто какие-то картонные декорации. Он реализован на 10 из 10. Атмосфера шикарная. Юбисофт в принципе славится своими открытыми мирами. Открытые миры в их играх это можно сказать их визитная карточка. И новая часть ассасинов тому яркий пример. Как и во всех частях ассасинов, в Джейд реализованы многие популярные механики франшизы. Здесь конечно же тоже есть стеус. Вы также можете прятаться в траве, посвистеть, чтобы привлечь врага, а после незаметно его убить. Подобным образом можно зачистить абсолютно все ванпосты, которые есть на глобальной карте. Плюс есть некоторые сюжетные побочные миссии, завязанные полностью на стелсе. И так как это ассасин скрит, конечно же здесь есть и паркур. Так называемые паркурные анимации очень качественно сделаны. Движения очень плавные. И в целом они ничуть не уступают большим ассасинам с ПК. Вот за это я прям ручаюсь пацаны лазить по зданиям, прям вот удовольствие. Здесь также есть мини-загадки, как и в других ассасинах, разгадывая которые игрок будет находить сундуки. А в сундуках артефакты, валюта, свитки. За все это добро мы будем прокачивать свой уровень, а также броню и оружие. И вот тут-то на сцену и выходит наш любимый Геншин Импакт. Я уж промолчал про то, что многие элементы меню похожи на меню Геншина. Но вот система прокачки персонажа, система прокачки оружия, изучение мира, тут уж простите, молчать у меня не выйдет. Прокачка в Джейд это чуть ли не копия прокачки из Геншина. Вы точно так же прокачиваете уровень персонажа через артефакты. По ходу прокачки вам открываются новые сюжетные главы, данжи и второстепенные квесты. Оружия ваши точно так же прокачиваются, как и в Геншине, через другие оружия. После каждого десятого уровня вы оружие возвышаете. Все эти механики взяты именно с Геншина. Все это читается буквально сразу же, как только вы это увидите. Собирая сундуки по карте, изучая открытый мир, вы повышаете процент изучения территории, на которой находитесь. За каждый сундук вы получаете валюту. Я уверен, так как игру делали китайцы, раз уж все эти механики из Геншина тут есть, то тут совершенно точно будет и система гачи. Но, стоит сказать, это не будет как в Геншине. Вам не будут давать персонажей закрутки. Персонаж у вас будет один, вы в начале игры его создаете, о чем я благополучно, конечно же, забыл рассказать, но вот сейчас показываю. Создаете перса и все, всю игру вы играете только за него. Но гача, я уверен, будет. И даваться в ней будут уникальные наборы. По типу тех, что уже были на этапе закрытой бет. Их можно было забрать за вход игру и за некоторые задания. Вот они. Подобное будет и в крутках за донат. Да, на этапе бетки этого не было, доната в игре в принципе еще пока что нет. Но, поверьте мне на слово, без доната сегодня ни одна игра не выпускается. А если мы говорим про игру, которую делали китайцы, то уж простите. И, собственно, как и все в том же Геншине, оружие и экипировка делятся на степени редко. Зеленые, синие, золотые, все точно так же. Единственное отличие тут, это то, что каждому вашему оружию, а их тут можно держать три вида сразу, каждому из них вы можете подобрать свой собственный сет. И когда вы будете, например, с катаной переключаться на арбалет, у вас будет переключаться и общий сет вашего ГГ. И это тут, конечно, не случайно. Каждое оружие в джейд отвечает за разные характеристики. Мяч это классический физический урон, а лук это урон от стрельбы. И каждая экипировка, она отвечает за повышение этих характеристик. И вот таким образом ты под каждое оружие будешь собирать свой собственный сет. По сути, оружие в джейд это аналог смены персонажа в Геншине, где ты точно так же под каждого перса собирал ему набор из артефактов, повышая его индивидуальные характеристики. Помимо сундуков, в открытом мире есть и классические для ассасинов вышки, которые нужно будет посещать. Забираться на их самую верхнюю точку и тем самым открывать куски глобальной карты. А после, как и во всех частях серии, делать эпичный прыжок веры. Боевая система. Точно так же она очень сильно напоминает боевку из Геншина. У нас есть обычный удар, усиленный удар и два вида ульты. Одна слабенькая, другая мощная. Каждое оружие выступает, как я и сказал, аналогом персонажей в Геншине. И здесь, прямо во время боя, между ним можно переключаться. Оружие отличается не только внешне, но и видами ульты. Например, есть в игре огненные катаны, которые добавляют огненный урон. А есть катаны, которые добавляют ветреный урон. И между ними в удобный момент можно переключаться. Помимо всего прочего, есть классический уворот, перекочевавший с ПК-версии. Когда вы успешно уворачиваетесь, время на пару секунд замедляется, позволяя вам нанести контратаку. В целом, ощущается боевка очень бодро и динамично. Прям хорошо. Анимации классные, драться в игре весело. Точно так же, как и в Геншине, здесь есть данжи. Данжи вы можете зачищать как в соло, так и в кооперативном режиме, вместе с друзьями. Можно создать пати до 4 игроков и идти зачищать их вместе. Проходить их можно несколько раз в сутки. И каждый данж может быть разного уровня сложности. От этого уровня будет зависеть качество лута после победы над финальным боссом. Плюс ко всему, в Джейд есть огромнейшее количество самых разных достижений, за которые мы получаем донатную валюту. Предполагаю, что именно эти золотые монетки, которые даются нам за достижения, за сундуки, за данжи, за сюжетные задания, это и будет валюта в местной гачи. И по сути, пока что, это все, что я могу рассказать вам о новом Ассасине. Новая мобильная Ассасин Скрит, это очень качественная игра для мобильных устройств, в которой, как и дивизия, все от тех же Юбисофтов, ощущается далеко не как мобильная игра. Перед нами полноценная компьютерная версия игры с огромным открытым миром. И сюжетом на десятки часов, адаптированная под мобильное устройство. Да, во многом она похожа на Геншин, и этому удивляться сейчас не стоит. Геншин сейчас это эталон мобильных игр. Многие проекты хотят заполучить себе часть ее успеха, поэтому совсем неудивительно, почему некоторые механики разработчиками берутся и вшиваются в их собственные проекты. И в случае с Ассасином, это не выглядит как дешевая калька. Здесь это успешно модернизировано и адаптировано под свой собственный лор и сеттинг. Что там будет дальше, как игра будет развиваться, как она будет отличаться от бетки. Все это покажет только время. Но на данном этапе лично мне игра очень сильно понравилась, и я безумно жду ее выхода. Да, дата выхода игры по сей день не озвучена, но лично я думаю, что это будет осенью этого года, либо в начале следующего. За новостями будем следить, игрушка классная, надеюсь и вам она понравилась. Если да, обязательно поддержи данное видео своим отцовским лайком. И пиши в комментариях, что думаешь по поводу нового Ассасина. Мне будет очень интересно прочесть твое мнение. А также, если ты пропустил, советую глянуть мой предыдущий ролик с обзором на другую, готовящуюся к релизу игру от Ubisoft. Это мобильная дивизия, видос уже есть на канале, игрушка просто бомба. Ну или ролик по новой игре от создателей Genshin Impact. Это новый X-Slasher, тоже выглядит довольно стильно и круто. Спасибо, братишка, что досмотрел ролик до самого конца. Если это действительно так, то напиши в комментах цифру 99. Просто хочу посмотреть, сколько нас таких крутых, кто ролики до конца смотрит. Все, увидимся в следующем видео. Пока-пока.